Весной 1921 года на станции Самара остановился поезд, в одном из вагонов которого, скучая, дремал пассажир. Ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару, вертелась в его голове строчка будущего письма. Этим раздраженным пассажиром был известный поэт, московский озорной гуляка Сергей Есенин. Как встретил Есенина Самара? Чем досадил провинциальный город злотокудрому хулигану? Что вез в Бухару обладатель легкой походки? Я Михаил Перепелкин, сокровища города открываются ищущим. Когда подъезжали к городу, путешественник заметил, что несмотря на конец апреля вдоль дорог еще лежит снег. Поздняя весна, серое небо, недавно пережитые скверные истории в Москве, закончившиеся трехдневным арестом на Лубянке, все навевало тоску Есенину. Вот так сутки, другие, третьи, едешь-едешь, а глянешься в окно, как заколдованные места, проклятая Самара, написал поэт в письме приятелю. Есенин ехал в Туркестан в служебном вагоне вместе с приятелями. В Бухару они везли, помимо всего прочего, целую горсть обручатных колец, надеясь их там выгодно продать или обменять. А пока приходилось экономить на самом необходимом, и приятели развлекали себя и друг друга такими разговорами. А вот ты, Сережа, съел бы сейчас тарелку малороссийского борща? Ну, думаю, да. А как ты думаешь, что сейчас едят в Москве? На дворе, напомню, стоял 1921 год, желудки крутило от голода, а цены на продукты были заоблачные. Устав от сидений в вагоне, Есенин вышел прогуляться, побродил по перрону, заглянул на близлежащие улочки, с привокзальной почты отправил письмо Мариенгофу. Потом купил свежую газету, и сразу же его взгляд упал на статью, в которой самарские акулы-пера почем зря громили и его, и Мариенгофа, и других эмажинистов. А я и не знал, что мы здесь так популярны, рассказывал после поэта. Только через 10 дней поезд тронулся дальше. Замелькали вдоль дорог постройки, изгороди, странно изогнулась ольха. Торопливо, корявыми буквами, Есенин записал в блокноте. Около Самары с пробитой башкой ольха, капая желтым мозгом, прихрамывает по дороге. Возвращайтесь в свой город. С вами был Михаил Перепелкин.